здравствуй зритель тут у меня спрашивали чтоб я замутила винегрет я вообще спать собиралась но тут некоторые ко мне вас жаждали завтра прийти на обед я три дня как мерла и вроде как надо хоть что-то сготовить только без 20 10 вечера и готовить что-то ну и вообще просто интересно как она запишется относительно звука всем уж на глазу аудушные сделать но что-то я только сейчас понял блин эту свеклу на яйцомата по цвету такая же как шкурта ее практически а Хотя я наверное на завтраке что-нибудь другое сварил, какую-нибудь тупо картошку сделаю, потому что чуешь, что я хочу есть сама, либо забыла поесть в очередной раз. Так бы поела, но так как я уже раза два за день забывала поесть, то того что я поела хватило только на час с лишним, на два часа хватило. Картошка разносортивая. Вот так. Звук мозга. Продолжение следует... 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 Люди, не путайте состояние отравления, забыла поесть с голодством, с голоданием, с хотением есть, не будьте лёли. Хотя, если вы закалённый в боях сразу, и не поесть в течении дня для вас нормально, то вы можете не идти дальше. Так, майковка. Как бы классический винегрет, это картошка варёная, стёкла варёная, морковка варёная и солёный огурчик. И ещё это солька, и хотя если есть солёный огурчик, то солька уже не нужна. И как он там, подсолнечное масло. У меня подсолнечное масло приказало долго жить, я стабильно его забыла купить. Ну, то бишь, у меня суп одно закорчилось, наконец-то. На полтора года, даже больше, чем на полтора года мне хватило, ну да, на полтора этой самой литровой бутылки. Я лянула, трёхся ли оно там. Просто раз я резала, но тут пришло к выводу, что можно не потереть. Ну, вообще, начнём с того, опять же, что я голодная слегка. Ну, не так, чтобы уж совсем голодная, что вот, если уж совсем голодная, я бы, наверное, схомячила там кусок черного хлеба. А именно, чтобы вот надо поесть. Ибо осень пришла у психов крыша едет, а у людей всякие гастриты, панкреатиты и прочие холециститы. Хронически вылавят. Может, мне тебя дорезать, свёкла? Ну, вообще, наверное, круто. С награшенными ногтями, с золотым кольцом, с рубином, фигачить тут свёклу. Так, стой, я тебя зарежу. Ну, так как есть в основе, это буду я. Я не уверена, что он до Ирки доживёт. Я сейчас подумала, что самый быстрый способ накормить человека, это минут за 20 до его прихода сварить макарон. Из макарона у меня осталось только спагетти. Тоже как-то это не густо, да? Но, кстати, у меня вроде там что-то было. Как бы мясо просто долго размораживать. Вот сюда пока положим. Учитывая, что я хотела пораньше лечь спать, надеюсь, учётом этой самой микроволновки. Хотя, может, получится много и его хватит на двоих. Как вариант, сварить сут из кабачка с морковкой. В принципе, тоже имеет место быть. Хотя, у меня же есть замороженный кабачок. Хоть он и не тёртый на тёрке. Может, и сделать. Но, по-моему, я собиралась всё равно почистить и потереть кабачка в этой самой тёрке. Но это всё-таки лучше делать, наверное, днём. Короче, люди, не будьте Ирками. При груду грязи дайте, чтобы на обед собираетесь. Не в 9 полдесятого вечера, а хотя бы за сутки. Ваши лопли по поводу, что я не так режу, я, конечно, прочитаю. Но к сведению не приму. В смысле, я продолжу делать так, как удобно мне. Ирками. И потом меня просили тупо винегреть с селёдкой заснять, как я ваяю. Меня ж не просили при этом пригласить гостя и накормить после того, как я это с ваяю. Хотя из-за хороших продуктов, как говорит подруга Машка, плохого проучиться не может. А, как говорила моя бабуша, на большой перёдку и кот радуется. Что-то мне казалось, от этой мисочки мало будет. В смысле, большая будет мисочка и полупустая. Но, по ходу дела, её будет мало в том плане, что места мало, много получается. Личная картошинка. Её можно потом разжарить. Так, ну как бы мне добраться до холодильника так? Ладно, всё равно, наверное, всё монтироваться будет. Есть малосомный огурец. А есть солёный огурец. Солёный огурец, говорят. Я отсюда спала теперь. Солёный огурец мне засолили. Добрый рот слить. Ай-ха-ха. А где же штука-то эта? А ты крылышка. Сейчас попробую. Хрустящий, хороший огурчик. Кусочек огурчика куда-то упрыгал. 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 Не знаю, можно ли вообще тереть помидорки. Кусочек огурчика куда-то упрыгал. так вот движение но стала делать еду может быть потому что тут немножко или перехватила сама себе кусочек опять же умеете ли вы забывать про еду дорогие зрители так как это умею я пройду так что она портится и пройду так что забыли покушать одно дело когда забыл покушать и ничего не случится другое дело когда забыл забыл покушать а потом раз и белые птички перед глазами и 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 Так, что нам надо-то еще? Горошек? А, тоже надо открыть. Где-то было лучше. Замеркарей. Так, как я все делаю на глаз. Я как-то в видео тут в начале, в конце, в середине говорила в этом, что я забыла купить масло. А у меня как бы закончилось. И вы спросите, а как же, блин, чем же ты будешь замасливать? А вот я тут где-то, вообще планировала еще сегодня днем сделать этот салат, но как-то забыла. Ибо помирала очередной раз. Вспомнила, что у меня же есть в филе кусочки в масле. Сет капитан ароматное омега-3. Там вполне себе нормальное подсолнечное масло. Я вообще думала, просто середку-то зафигачить, и середка уже пропитанная маслом, это все перемешать и будет счастье. Ну, раз там немножко есть масла, то почему бы и нет? Как бы, да? Ибо я как-то масло последние года два в салаты кладу вот с крышечку из-под бутылки масляной, там меньше чайной ложки, и мне нормально. Конечно, вы, возможно, эстеты, и настолько эстеты, что это вас уведет в шок, что масло из-под середки замасливать вот в эту хрень. Ну, уж, это дело ваше. Я же вас не заставляю, это я. Но если вы такой же слабок, как Люля, у вас есть, допустим, селедка, вы собрались делать винегрет, но забыли купить масло. А селедка у вас как бы вот такая, да? В баночке. Не обязательно такая, но похожая. То вот вам как бы лайфхак. Смотрите, я не ленивая, я решила это порезать. В прошлом варианте я туда просто закидала эту селедку, но селедку в винной заливке в жизнь не покупайте, не будьте Лёлей. Лёля никогда не покупала селедку в винной заливке, никогда я вообще не ела, селедку в винной заливке. А тут что-то как-то пошла на уговор о некоторых знакомых, и в итоге купила да добавила винегрет, а потом чуть-чуть континент кинула в очередной разу. Именно с этой селедки. Как думаете, хватит или нет? Тут даже ещё остаётся эта селёдка. Кстати, очень вкусная селёдочка, не первый раз беру. Хрен обычно найдёшь эту селёдочку в баночках с подсолнечным маслом, вот в магните она есть. Поливаем этим маслом. О, чую, попобой в каментах будет, когда монтирную выложу на канал. Монтирную-то я после того, как у меня винда обновится, она у меня 4 часа целый ноль показывала, обновляюсь, обновляюсь, обновляюсь. Сейчас вот минут 30 назад 15% показала. В общем, что тут у нас? Селёкла, кайтошка, майковка, солёный огурчик, аж 3 штука. Помидорка свежий, горошек этот самый консервированный. Селёдка солёная в подсолнечном масле. Ну и само подсолнечное масло. При желании, конечно, можете посолить, но мы с бабушкой считали, я, по крайней мере, в основе так считала, что если есть солёный огурчик, то солить не надо. Если есть ещё и селёдка в довесок солёная, то солить тем более не надо. Она, правда, ещё добавляла у меня иногда капусты квашеной. Не обязательно при этом там была селёдка или горошек или помидорка. А ещё, даже не учитывая капусту квашеную, она это всё сластила. Вы понимаете, вот винегрет сладкий, как это вообще жрать можно? Солёный огурец и песочек ещё в довесок. Извращение. Как бы я это всё сейчас уберу. И выводим. И выводим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...